Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами посмотрим распаковочку Xbox Series S. Да, может быть, это выглядит как-то убого, но так или иначе у меня нет данных консолей, и мне очень интересно, как они распаковываются, что же там внутри и так далее, просто мне их пока не высылают. Кстати, если что, российским блогерам уже начали рассылать Xbox Series X, конечно, вряд ли мне тоже вышлют, но его уже успели немножко обхейтить, именно обхейтить геймпад, об этом, в этом ролике мы тоже поговорим. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, напиши в комментах мнение о данной распаковке, и давайте начнем, погнали! Если что, ютубер, который делает данные видосы, это просто бомба, обожаю смотреть его распаковки, потому что они сделаны реально качественно, реально с крутым звуком, с освещением, фокусом, то есть вот, если вы хотите посмотреть офигенную распаковку, то всегда советую его канал. Если что, блогер зарубежный, я оставлю ссылку, кому интересно, посмотрите, реально клевые распаковки, вы, в принципе, сейчас поймете. И звук у него офигенный, и фокус вообще, но у него на канале только распаковки. Так, коробочка Xbox Series S. Кстати, она мне почему-то напоминает коробку от Xbox One S, она тоже белая, она, наверное, тоже с такого же материала. Так, и все, что ли? А, вот так вот, да. Кстати, коробочка маленькая, если что, потому что сама консолька очень-очень маленькая. Ну, он хорош в распаковках, это, это прям, да. 120 FPS, ну, кстати, 120 FPS, это не во всех играх, многих может смутить 512 гигабайт, там доступно будет около 300, но так или иначе, его можно будет расширить через SSD-шник или через внешне жесткий диск. Так, ну, это нам не особо интересно, все, как и всегда. Кстати, насчет трассировки лучей. Она на Xbox Series будет, но, видимо, не во всех играх, потому что была новость о том, что в Dale My Cry ее не завезут. Причина? Ну, просто, наверное, кривые руки разработчики, которые не стали добавлять данную технологию в эту игру, чтобы просто не париться. Вот, а так, мне кажется, другие игры будут поддерживать. Та же Legion, Watch Dogs Legion, он без проблем потянет, говорят, и там как бы open world. L-Digital Edition. Напоминаю, что у этой версии нету дисковода, потому что многие спрашивают, и присоединить как-то внешне его вряд ли получится. То, что многие покупают L-Digital Edition, потом спрашивают, блин, Джамбо, а как присоединить внешний привод? Да никак, никак вы его не присоедините. Блин, господи, как он раскрывает офигенно. Вот это, говорю, самая офигенная распаковка вот только у него. Блинский! Да. Тут тоже любители вот этих яичных, как его, блин, картонок. Тоже самая фигня была у плойки. Кстати, хорошо, что они не сделали такое на Xbox Series X, потому что было бы не очень, как по мне. Но, опять же, это можно обосновать, типа, консолька все-таки бюджетная, что вы хотели. Но, кстати, так или иначе, она упакована как-то, наверное, более прикольно. Так, а это что у нас? Ничего. Вот, конечно, картонку, вот это коричневое, лично мне, немножко смущает. Опять же, это такие мелочи, на которые не стоит обращать внимания, но мы же комментируем. Так, инструкция. Кстати, никогда, никогда не перелистывал такие вот инструкции, не понимая, зачем их кладут. Ну, кому-то может пригодиться. Так, кабель питания. Вы слышите звук? Звук. Ну, тут все понятно, в принципе. HDMI. Что HDMI будет? 2.1. Насколько я знаю, да. И, так скажем, чтобы увидеть все возможности, нужно соответствующий телек. Подожди, мои 2.1. Да, он присоединится к обычному, но все же. Так, а вот это геймпад. Сейчас, кстати, расскажу историю. Сейчас он кое-что покажет. Все-таки положили батарейки, потому что кто-то писал, что не кладут батарейки. Все-таки, все-таки все хорошо. Куда же без батареек-то? Кстати, многие хейтят, типа, блин, батарейки в прошлый век, ничего не вижу в этом плохого. Взял, поменял и все. То есть, хочешь, ты купи аккумулятор, играй. Типа, это просто дело выбора. Кнопки шумные остались. Да, это проблема, потому что если вы играете ночью, у вас кто-то в комнате спит, ну, они довольно-таки шумные. Это, конечно, немножко, но печально. Если что, на обороте данного геймпада есть новая текстура. Если что, Антон Логвинов уже сумел отличиться по этому поводу. И с таким неким, наверное, отвращением брал в руки геймпад. Типа, у него капец какие чувствительные руки из-за этого покрытия. Типа, он персик не может держать нормальный. Типа, данный геймпад у него вызывает такое бя-бя-бя чувство. Вот, как так можно было, я не знаю. У меня есть человек в доме, который тоже не любит трогать персики. Там, я не знаю, губку. Но, когда у меня будет, так скажем, данный геймпад, я проверю это на этом человеке. Так, миниджек был показан. Ну, и, в принципе, все. Кстати, вот крестовину мне очень интересно пощупать, какая она будет. Потому что крестовину Xbox, Xbox One, мне понравилась у Xbox 360, она была такая себе. То есть, она была нецепкая. И посмотрим, как у нее. Она, конечно, комбинированная, но надо трогать. Ну, в принципе, тут различить только в цвете. О, кстати, напишите в комментариях, какой вам геймпад больше нравится, черный или белый. Так, это мелкое руководство, видимо, по поводу подключения, что и как, почему. Но тут запутаться, на самом деле, сложно. И приложение. Кстати, вот приложение, блин, сделали капец, блин. Там не активировать код, не знаю, не посмотреть ценник игр. Как-то вот, я не знаю, либо они обновляют, ну, когда-нибудь закатят обнову, либо это фигово. То, что приложение, которое обновили, и которое новое, лично мне, оно не очень вкатывает. Ну, кроме, конечно же, дистанционной игры. Это они классно сделали, что запихнули в одно приложение. Так, это у нас консолька. Пацаны, она маленькая. Это вот сразу видно даже по его рукам. Да и, в принципе, когда я смотрел фотки сравнения с Xbox Series, с Xbox One S, она капец маленькая. По сравнению с плойкой пятой, она вообще прям мизер. На самом деле, меня очень радует, что майки сделали такую бюджетную консоль для тех, у кого нету 4к телеков. Это, мне кажется, вообще шикарно. Самое главное, чтобы для нее подвезли оптимизацию. Насчет вот этого круга. Он многих смущает, якобы это плита и так далее. Да, похоже. Но, на мой взгляд, они сделали это для того, чтобы люди просто отличали ее от Xbox One. Потому что, взгляните на Авито, очень много будет всяких объявлений по типу, купи Xbox Series, а на самом деле это будет Xbox One S. И, так скажем, вот этот черный круг, он будет заметно отличим. Потому что многие просто не разбираются в консолях и могут перепутать. Поэтому, мне кажется, сделали такой акцент. SSDшник. Тоже можете написать плюс в комментариях, если вы будете его покупать. Лично я нет. Я, наверное, внешний жесткий куплю. Я его, блин, до сих пор... О, кстати, вот с этой стороны не показывали. Нет, она классно выглядит. Реально классно. Да. Мне она нравится. Единственное, повторяюсь, главное, чтобы на нее оптимизировали нормальные игры. Чтобы были все технологии, а не как в этом, в Dale McCry. Ну, как по мне, это вот вообще, когда в Dale McCry в переиздании не завезли трассировку лучей. Да, она, конечно, никакая, но все же хотелось бы, чтобы все было одинаково на двух версиях, как я обещал у Microsoft. Dreamcast. У меня, кстати, тоже был Dreamcast. Вообще, мы обменяли на Соньку вторую. Только не Slim, а... Ну, кстати, блин, какая Сонька вторая маленькая была, это вообще. Не знаю, не понимаю, наверное, тех, кому не нравится дизайн Xbox Series S. Как по мне, прикольный. Оригинальный. Вот у меня оригинального не было. Единственное, по-моему, у знакомой в Хабаровске в него играл, и все. Кстати, тоже очень редкая версия. Лимитки. Слушайте, капец, как она меньше Xbox One S. Ну, вот с такого ракурса, который показали. Меньше плохий четвертый. Кстати, за размер это вот вообще огромнейший респект. Ну, реально как-то сумели уместить это все. Так, это у нас карточка. Не, это здорово. Просто здорово. Очень интересно сейчас посмотреть обзоры теста игр и тому подобное. Кстати, блин, если вернуться немножко к обратному и, опять же, обсудить коробку, к сожалению, и тут ручку не подвезли. Такой мини-минус коробки. Кстати, напишите в комментариях, какую версию будете брать. Так, на этом, наверное, все. Да, тут осталось 25 секунд где-то. На этом остановимся. Что могу сказать? А упаковали ее, в принципе, так же, как Xbox Series X. Вот с таким вот открытием. Это прикольно, но, опять же, наверное, непрактично, потому что перевозить Xbox в этой коробке будет не очень, потому что у вас не будет ручек и тому подобное. Мне очень понравилось именно в Series S вот эти вот яичные подставки, яичный картон. Я даже не знаю, как это обозвать. Не помню, как материал называется. Как бы он портит, наверное, какую-то премиальность. Но данная консоль, она все-таки не премиальная, она дешевая. И, так скажем, получите-распешитесь, зато дешево. Всего лишь 27 тысяч. Как по мне, Xbox Series S это реально очень клевое предложение для СНГ в качестве нексгена, потому что у тех, у кого нету 4 котельки, кому нафиг не нужно разрешение, могут спокойно купить вот данную консоль ради новых игр и просто играть и радоваться, я считаю. Я очень надеюсь, что разница будет такая же, как между Xbox One X и Xbox One S, без всяких там урезаний графики, технологий, как в Devil May Cry. Это вот, ну, на самом деле немножко обидно, потому что это все-таки переиздание, игра не новая, и они все-таки сумели сделать так. Кстати, если что, писали, что трассировка лучей в Devil May Cry сначала появится на PlayStation 5, а потом уже появится на Xbox Series X, а на Xbox Series S ее вообще не будет. Как по мне, это, мне кажется, такой вот легкий маркетинговый ход от плывайки. Ну, потому что странно, что на Xbox Series X сначала не подвезут, потом подвезут, а на Xbox Series S вообще просто уберут. Ну, как-то странно, я считаю. И это все при условии, что в том же Watch Dogs Legion трассировка лучей будет и там, и там. В общем, признаться, мне самому не терпится распаковать эти консольки, посмотреть, обозреть, че и как, все это потрогать на ощупь. Но мне кажется, материал Color Rock будет точно такой же, как у Esky. Ну, что касаемо Xbox Series S. А на этом, в принципе, все. Если вам вдруг понравилось видос, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Также пиши свое мнение по поводу Антона Логина, персиков, распаковки Xbox Series S. Напиши в комментариях, какую консоль будешь брать ты. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.